Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Энциклопедические познания Гарри Каспарова в дебютной стадии шахматной партии общеизвестны, поэтому вступать с ним в теоретическую дискуссию в дебюте отваживались только немногие сильные гроссмейстеры. Но некоторые шахматисты пытались идти по пути редкого, неизведанного, и предлагали Каспарову необычные дебютные схемы, рассчитывая на то, что 13-й чемпион мира что-то запамятует или не разберется в каком-то конкретном варианте. Как правило, такие попытки оканчивались плачевно. И сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную партию, которая была сыграна в рамках матча-сеанса Гарри Каспарова против сборной команды Перу. В 1993 году в Лиме состоялся этот сеанс. В данном поединке Каспарову противостоял довольно сильный перуанский международный мастер Аблитес Гуэреро. Этот шахматист рискнул черными против Каспарова в расцвете сил сыграть довольно редкий вариант. Ну, что из этого получилось, мы с вами как раз и посмотрим. Итак, Каспаров здесь играл белыми, сыграл Д2-Д4, а его соперник ответил ходом Д6. Очень редкое продолжение. Черные таким образом пока что не определяют конкретно, какую дебютную схему они будут играть в этой партии. Белые, естественно, играют кони в 3. Ну и далее следует ход слон Ж4. Очень редкая схема. На самом деле, точного названия она не имеет до сих пор. Очень интересная книга Владимира Барского написана на тему этого дебютного варианта. Универсальное оружие Д7-Д6. Он как раз рекомендует эту схему за черных. Ну и говорит о том, что данную дебютную схему можно назвать английским вариантом дебюта ферзевой пешки. Потому что многие английские игроки, такие как Роберт Уэйд, Джулиан Ходжсон, ну а также известнейший английский шахматист, международный гроссмейстер Энтони Майлз, довольно часто черными играли вот эту схему. Основным преимуществом данной схемы за черных является то, что она очень редкая. Ну а все остальные стратегические факторы, как правило, складываются в пользу белых. Давайте же посмотрим, как Каспаров наращивал дебютное преимущество в этом редком варианте. Конечно, в этой позиции он сыграл Е4. Ну а почему бы не захватить центр? Далее черный играет Конь Д7. Очень такое эластичное, гибкое построение. Черный демонстрирует в этой партии. Каспаров просто играет Аш3. Конечно, здесь шахматист из Перу не берет на Ф3, чтобы не предоставлять чемпиону мира преимущество двух слонов. Отходит Слона Ш5. Далее Конь С3. Естественное развитие коня. Е6. И далее Слон Д3. Слон Е7 играет черный. Ферзь Е2, С6 и Ж4. Белые таким образом отгоняют слона на Ж6 и развивают слона на Ф4. Посмотрите, Каспаров уже сумел захватить пространственное преимущество. Он безраздельно властвует на своей половине доски, ну а черные зажались на последних трех горизонталях. Черные в этой ситуации играют Аш5, создают конкретную угрозу взятия пешки. Ну а Каспаров просто заканчивает развитие путем трех нулей и защищает ладью ладьей. Ферзь А5 играют черные. Король Б1 полезный во всех отношениях в данных позициях ход. И 3 нуля играют черные. Здесь белые просто играют Ж5. И таким образом показывают, что у черных есть определенные проблемы с развитием коня Ж8. Посмотрите, поля Ф6 и А6 под контролем белой пешки. Ну а слон на Е7 мешает стать коню на это поле. У белых здесь уже довольно солидный перевес. Черные играют Аш5, Аш4. С идеей как-то освободить игру ходом слон Ж6, Аш5. Но конь Д2 здесь играет Каспаров. Смысл этого хода в том, что на слон на Аш5 последует Ф3. И таким образом пешка на Е4 будет подкреплена слон на Аш5 вне игры. Ну а конь в дальнейшем перейдет либо на Б3, либо на С4, атакуя ферзя черных. Но черные в данной позиции сыграли Е5. Надежда перуанского мастера была в том, что Каспаров заберет на этом поле пешку. И можно будет поставить туда своего коня. Но нет, Каспаров просто отходит на Е3 и показывает, что и с конем Д7 у черных есть определенные проблемы. При этом он еще посмотрит на пешку А7, которую пока что защищает только один черный ферзь. Черные защитили избыточно пешку королем. Ну а белые играют Д5. Понятно, что в этой позиции брать на Д5 очень опасно. И конкретный вариант подтверждает это. Конь Б3. Ферзь сейчас под ударом. Конечно, если отойти ферзьем на Б4, то его можно просто поймать ходом А3. После этого у него нет ни одного нормального отхода. Поэтому отходить нужно на С7. Но здесь слон бьет А7. Завлечение на это поле. Конечно, если не забрать слона, то тогда белые продолжают атаку при материальном преимуществе. Но если забрать, то партия заканчивается ввиду вилки КБ5. Поэтому в данной позиции черные сделали ужасный ход слона Ф8. Это печальная необходимость. Таким образом, черные пытаются развить своего коня. Но слона ставят на начальную позицию. Конь С4 играет Каспаров. Очень естественная игра белых. Ферзь С7. Конь А3. И в данной позиции мы видим, что Каспаров прицеливается к полю Б5. Которая пока вроде бы недоступна. Ввиду того, что она находится под контролем черной пешки. Но следует ход КБ6. Размен на поле С6. И слона А6. Заметьте, что белопольные слоны обеих сторон имеют разную силу. Черный слон томится на королевском фланге. В то же время, как белый принимает действенное участие в атаке на короля черных. Пытаются как-то улучшить положение своего слона. Перуанский шахматист с ходом Ф7. Ф5. Происходит размен. И белый играет Ф4. Понятно, что если забрать на Ф4. То усиливается и чернопольный слон белых. Ну а если сыграть Е4. Как было в партии. Пытаясь держать позицию закрытой. То Каспаро уже приступает к решающим действиям. Жертвуя на Б5 своего коня. Конь А бьет Б5. Сейчас под ударом Ферзь. И следует принятие жертвы. Конь бьет Б5. Понятно, что если отойти Ферзьем на Е7. То последуют размены Ферзь Е3. И оказывается, что пешка на Б6 просто незащитима. Заметьте, что королевский фланг черных здесь просто спит. И король черных скоро получит мат. Или приходится здесь откупаться большим количеством материала. Но черный играет Ф4. Это лучшее продолжение. Ф2. Снова конь здесь под ударом. И в этой позиции черный играет слон С8. Посмотрите. Сначала слон Е7. Ф8. Теперь слон становится на С8. Такое впечатление, что черные расставляют фигуры. Для следующей партии. Но дело в том, что позиция черных здесь уже незащитима. При лучшем Ферзь А4 с контратакой слона. Следует жертва коня на поле А7. Понятно, что если забрать на А7. То следует двойной удар. Слон Д8 с угрозой мата. Ладья Аш Е1. Ну и здесь черный король просто погибает под ударами белых фигур. Ну а если забрать на А6. То тогда следует конь С6 вилка. Далее слон бьет Б6. Ладья отошла. Ладья Д5. С угрозой взять слона. Слон отходит. Ладья А5. Ферзь отошел. Конь А7 шаг. И ладья Б5. Тут черным, конечно, не выжить. Поэтому черные сыграли слон С8. Пытаются разменять этого слона. Но следует ход ладья Д4. Очень активно Каспар обведет партию. Ферзь С6. И конь продолжает предлагать себя в жертву. Конь бьет А7. Подрывает опору коня Б6. Здесь Каспаров. Пишечного прикрытия у черного короля как не бывало. И после взятия ладья С4. Красивейший удар. Таким образом мы атакуем ферзя. Брать, конечно, ладью нельзя. Ни конем, потому что он связан. Ни ферзем, потому что он будет потерян после слона БЦ4. Поэтому приходится отходить. Но отойти, защищая коня, не получается. Черные еще сыграли. Ферзь Д5. Слон Б6. Король А6. Ладья А4. И в этой позиции перуанский шахматист решил прекратить сопротивление. Дело в том, что здесь черный король просто погибает. Понятно, что если сыграть король Б5, то последует просто С4. Вилка и черные здесь теряют ферзя. Если в данной позиции пойти король Б7, то тогда следует ладья А7. Если здесь пойти король С6, то после шаха ладью и король Б5 решает все та же вилка С4. Ну а если сыграть король Б8, то партию заканчивает очень красивый мат слоном. Вот такая великолепная партия. Каспаров наказал своего соперника за рискованные эксперименты в дебюте. И показал, что вот такие вот полукорректные схемы, конечно же, против чемпиона мира не проходят. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Поэтому не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии. Ну а также подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Я вас благодарю за внимание. До свидания.